всем привет покажу вам сегодня еще одно блюдо с цикорием запекать цикорий я буду в апельсиновом соусе а чтобы блюдо было полноценным то с цикорием я буду подавать отварной картофель а также для рецепта понадобится свежая форель но не настолько свежая что вам как и мне придется подорваться в час ночи и поехать на рыбалку чтобы успеть занять достойное место потому что если приедешь позже уже ничего не будет и я рискуя обморожением своих ювелирных изделий в простонародье фаберже приехал сюда притащил свою задницу чтобы вам показать как готовится этот рецепт чтобы вы видели насколько может быть блюдо свежим я очень надеюсь что при такой погоде я поймаю рыбу снег вообще в германии выпадает в нашем районе в районе кельна очень редко но тем не менее сегодня он ссут смысле сумку я взял снег выпал будь он не ладен так что сегодня будем рыбачить под снегом ну вот как то так поехали мы все не так плохо как казалось бы то есть у меня в машине нормально два надувных матраса одеяло спальный мешок ну и причиндалы горячий чай все при себе пошел я ловить рыбу ну вот снежок везде везде снежок в принципе очень приятно приятно видеть здесь протекает небольшая речка вонючка под названием эрфт все рыбаки уже впереди я уже принципе тоже удочки все свои раскидал теперь осталось забрать только сумку с крючками и продукты питания вот у меня поклевка сейчас буду тащить я когда-то дошел на ракуре где-то полтора месяца назад на блесну на той стороне на блесну я сама поймала ну вот ребятишечки вот эту форельку вообще не приготовлю форель я разделываю очень просто я сначала избавляюсь от чешуи полностью затем делаю надрез такой немного низко не не ровный такой а наискосок чтобы нож при разрезании живота не соприкасался с косточками затем я свободно вынимаю внутренности делаю ножницами вот такой вот разрез затем делаю ножницами еще один такой надрез и теперь свободно я могу взять схватить жабры и удалить все внутренности единственное на что хотелось бы обратить внимание при разделке форели в этом месте имеется такой сгусток крови многие забывают его удалить и потом когда это пожарится смотрится в тарелке очень очень не аппетитно поэтому делается это очень просто как его удалить продавливаете пальцем до самого хребта и потом спокойненько идете вдоль хребта и весь этот сгусток прекрасно удаляется можно промыть водой можно обработать бумажной салфеткой как вам удобно и все наша форель готова к дальнейшей обработке для приготовления запеченного циккурия под апельсиновым соусом для начала я разберусь с апельсином с одного апельсина я вырежу для начала филе так обрезаю всю кожуру апельсина именно для филе мне одного апельсина будет достаточно или вырезается очень просто этого будет достаточно эту часть я не выбрасываю откладываю в сторону я буду дальнейшем давить сок для соуса мне понадобится еще апельсин вот эту белую часть я срезаю потому что она будет горчить чем меньше не будет меня на апельсин тем лучше и здесь ее серединке тоже могу какую-то часть удалить и выдавливаю апельсиновый сок вы можете делать это по-другому я делаю так насколько позволяет мне оборудование моей кухне если вы не хотите заморачиваться с апельсином вы можете прекрасно купить апельсиновый сок так почищу я еще один апельсин если он мне будет слишком много сока то остатки сока я выпью с удовольствием для этого рецепта я взял в общей сложности 3 апельсина апельсиновый сок готов я отправляюсь плите варить соус заливаю сок сотейник и дам ему закипеть пока сок закипает я займусь цикорием как цикория взял пол килограмма он у меня чистая его промывать не буду если у вас цикорий грязный и вы его помоете обязательно обслужить его бумажным полотенцем еще одно маленькое правило при работе с цикорием после каждого применения надреза ножом нож обязательно промываем цикорий мы будем разрезать сверху вниз потому что вся горечь цикорий лежит именно вот в этой кочережкой которую я сейчас вырежу нож я промываю каждый раз кочережку удаляю и выбрасываю цикорий готов я отправляюсь плите сковороду для обжарки цикорий я уже включил на сильную позицию на шестерку из девяти возможных как я развел немного кукурузного крахмала так как мой апельсиновый сок уже закипел и теперь я его просто-напросто загущаю соус должен быть довольно густым вот примерно вот такой консистенции ведь и даже бороздка у него не закрывается сразу вот такая консистенция соус я вскипячу и немного поварю мне нужно чтобы крахмал повод полностью проварился апельсиновый соус готов я убираю в сторону для начала в сковороду я отправлю одну столовую ложку тростникового сахара если нет тростникового сахара добавьте нормальный сахар и добавлю немного воды буквально 20 миллилитров или на глаз по мере выпаривания воды у нас будет образовываться карамель который будет равномерно распределяться по всей сковороде так вода начинает выпариваться сахар начинает карамелизоваться и вот сейчас я добавлю сливочного масла как вы помните плита у меня включена на шестерку из девяти возможных и вот теперь отправляю сюда цикорий и начинаю его обжаривать с обеих сторон теперь я присаливаю цикорий и так цикорий я поливаю соусом выкладываю дольки апельсина и на данном этапе пока убирают в сторону занимаюсь картофелем так картофель очищаю от кожуры так решила придать картофелю немного симпатичную форму я это делаю следующим образом просто разрезая картофель пополам и при помощи ножа но у меня такой есть у вас нету но ничего страшного если нет то нет просто картофель пополам и все у вас все готово остатки от картофеля я не выбрасываю я его собираю и сегодня же я сварю с него пюре картофель готов я его отправляю вариться в это время я занимаюсь форелью для варки картофеля я возьму широкую посуду чтобы картофель у меня проварился равномерно так как затем я его буду еще обжаривать сливочном масле ну вот так вот так вот он выглядит после придания ему формы сразу заливаю кипяченую воду чтобы ускорить процесс и сразу присаливаю форель у меня крупная поэтому чтобы она мне поместилось у меня к сожалению дома только такая сковорода где поместится форель целиком так как я не хочу ее разрезать форель обсушиваю бумажным полотенцем сразу ее присаливаю я как правило если обжариваю что-то на сильном огне то я не перчу как перец в этом случае будет гореть сковородке а я этого не хочу и немного при пудриваю форель мукой обжаривать я ее буду смеси сливочного топленого масла и растительного масла добавляю растительного масла и добавляю немного топленого масла почему топленое масло потому что температура сковороды очень высокая а сливочное масло просто-напросто будет гореть и отправляем форель жарится обжариваю на сильном огне недолго с двух сторон до придания хорошей корочки форель мы в дальнейшем будем запекать в духовке так форель готова я ее оставляю в сторону в дальнейшем я ее буду запекать одновременно с цикорием так теперь я отправляю цикорий в духовку при температуре 210 градусов на 15 минут после пяти минут пребывания цикория в духовке я сюда добавлю форель то есть я ее размещу здесь она будет у меня запекаться 10 минут 10 минут хватит ей чтобы дойти так как у меня больше нет подходящей посуды чтобы я одновременно мог задвинуть и цикорий и форель то форель я буду запекать на пекарской бумаге пекарскую бумагу я слегка смочил водой так добавлю сюда немного тимьяна и буквально два маленьких зубчика чеснока выкладываю форель это говорит о том что пять минут прошли и форели осталось готовиться 10 минут а мой картофель достиг консистенции аль денте теперь я воду сливаю и обжариваю на сливочном масле обжаривать картофель я буду также на топленом масле хотя я добавил еще немного и сливочного также потому что обжаривать я их буду не на очень сильном огне и поэтому парга подгорание масла этому картофелю не грозит пока картофель обжаривается я в это время нарежу немного петрушки петрушку я не рублю петрушку я нарезаю так 1 на 1 я сберусь с форелью так как она большая выберу всю ботанику здесь ни к чему по идее у меня сегодня получилось как бы два полноценных блюда так как я хотел показать вам как готовится цикорий потому что мало кто умеет его готовить так чтобы он не горчил ну и так как я поймал свежую форель то я считаю что одно другому не мешает специально соус для форели я не готовил потому что я считаю что этого соуса от апельсинов будет вполне достаточно так мы присыпем теперь еще картофель немного петрушкой и обед у меня готов вот так выглядит моя скромная тарелочка на обед и так приготовить по силу всем если вам понравилось это видео делитесь им с вашими друзьями оставляйте ваши комментарии не забывайте ставить лайки мне это приятно я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч